Неделя до конца прививочной кампании против гриппа. В этом году она прошла на ура. Специалисты говорят, в 2020-м даже прежде всегда бесстрашные студенты не пренебрегают дополнительной защитой. Еще важнее привиться от гриппа и не болеть гриппом, чтобы не заболеть любыми другими заболеваниями, включая ковид. То есть организм должен быть здоровый, а здоровый организм с нормальным иммунитетом борется в принципе против всех болезней. План на эту кампанию – привить 1,4 млн человек. Уколо уже поставили 85% взрослых края и 84% детей. Для сравнения, в прошлом году их общее число не набрало и половины намеченного. 2020-й в целом настраивает на вакцинирование. И чем год ближе к завершению, тем масштабнее процессы. В конце прошлой недели президент страны поручил начать массовую вакцинацию населения уже с 7 декабря. В первую очередь ввести ему на сыворотку должны врачам и учителям. Плановая работа по вакцинации от коронавируса – важная мера защиты здоровья, которая способна помочь системе образования сохранить приоритетный для нас очный формат обучения. В Москве с 5 декабря начали работать 70 прививочных центров. Привить планируют до 7 млн жителей столицы. Такие пункты должны открыться и у нас. Но пока в Минздраве края не берутся назвать даже примерные сроки. А москвичи, между тем, уже делятся советами, как быстро подать заявку на прививку. Достаточно просто подать заявку, если ты житель Москвы. И с тобой свяжутся, тебе скажут, когда и куда прийти. И в общем и целом вакцина, она двухэтапная. Двойная будет явка в эти прививочные пункты. Вот. Просто нужно заранее записаться. Компонент один у меня вот сверху стоит, компонент два внизу. А это вторая партия вакцин от коронавируса в Алтайском крае. Она поступила на днях. Здесь тысяча доз, еще 963 придут в ближайшее время. Они предназначены для медработников. Вакцинация, подчеркивают власти, добровольная. По данным Алтайского Минздрава, желающих уже на тысячи вакцин вперед. Но среди самих врачей немало и скептиков. Они не решаются на прививку. У кого хронические заболевания, те, конечно, побаиваются осложнений каких-то. Так же, как и ковид, он может влиять на людьми с хроническими заболеваниями. Так и это. Это еще нужно изучать это все. И тогда уже представлять в каком-то свете. Правда, врачи уверены, с вакциной последствия от коронавируса будут легче, чем без нее. Сельские учителя тоже намерены решительно. Я вообще всегда все прививки ставлю от гриппа, поэтому я только приветствую это. Тем более наша вакцина. Вот если бы она была иностранная, я бы ей не доверяла. По логике, массовая иммунизация учителей спасет от возможного дистанта в будущем. Наконец, второй четверти в таком формате занимается часть класса в 70 школах края. Полностью закрыты два учреждения в Романовском и Павловском районах. Мы надеемся, что все-таки и иммунитет, который вырабатывается в ходе иммунизации, приведет именно к тому, что больше будет противостояние в организме наших педагогов к распространению и к перенесению инфекций. И все же сейчас говорить о массовой вакцинации населения в крае, в том числе в Барнауле, рано. Заявленный президентом старт на этой неделе на Алтае точно не случится. Спутник, по словам специалистов Минздрава, полететь не раньше первого квартала следующего года. Поскольку пока непонятно, когда и в каком объеме придут очередные партии вакцины, начнут работать пункты заявок и добровольцы. Механизм еще лишь начнут отрабатывать. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов, День с толком.